что ответ должен быть очень короткий. Ответ царя был одним словом. Если. Понятен ответ? Понятен. Да. Было поставлено условие. Если мы захватим, то мы сотрем вас в порошок. А спартанцы, а ты, страна в учебниках называется Спарта, а в те времена она называлась Лакония. Ну и поэтому вот стало нарицательным слово Лаконичность, значит, очень такой коротенький, максимально короткий, так сказать, ответ на какой-то вопрос. Или в данном случае Лаконичность, значит, очень такой компактный. Ну вот поэтому мы и говорим, что полиномиальное описание, оно, конечно же, гораздо, гораздо лаконичнее, а значит, нам с ним будет удобнее работать. Удобнее, вместо того, чтобы писать вот эти вот матрицы, а мне их проверять, когда вы напишите там, ну, например, для кода 1511, и что, мне вот это все надо проверять, что вы пишете, это 1511. Умножьте на 15, на 11, вы получите 165, так? Ну, работа большая, правильно? А работать же не хочется. Всегда мы стараемся сократить количество работы. Вот. А теперь будем пользоваться главным образом полиномиальным описать. Если мы для кода Хемминга, я вам уже объяснил. Вот для кода Хемминга в последняя самая строчка, две строки, дают два полинома. Они однозначно определяют все характеристики этого кода. И слова тоже самое можно сразу найти, пользуясь, ну, например, полиномомом же от Х. А можно все слова найти при помощи полинома H от Х. Или H от Х. H от Х. Никаких проблем. Ну, это же мы для кода 7.4, а для кода 1511, ну, будет, конечно же, подлиннее. И произведение тут уже будет Х не седьмой степени минус единица, а Х 15 степени. И сколько тут будет тогда минимальных полиномов, если мы перейдем к коду Хемминга 1511? Скажите, какие полиномы тут уже появятся? В разложении этого двухчлена, их степени, 15 минус 1. Полиномы какой степени будут? Если в предыдущем примере эти степени, минимальный полином М1 и М3, были третьей степени, то тут уже расширение поля будет 2 в четвертой степени, правильно? И, соответственно, и минимальные полиномы будут в четвертой степени. Таких полиномов тут будет 4. А именно, что это за полиномы? Это будут полиномы М1, М3, М5 и М7. Четыре полиномы, из которых три полинома четвертой степени, один полином первой степени, Х-1 всегда остается, вот этот вот М с ноликом от Х, минимальный полином, единица. Ну, и вы сами понимаете, что, конечно же, нетрудно будет определять. Ну, а теперь, смотрите, сам алгоритм, как получить, например, кодовое слово. Один из способов. Один из способов при помощи формулы, которую мы с вами написали еще на предыдущем слайде, А именно, вот формула, что С от Х определяется, где у нас, вот формула, со звездочкой. То С от Х – это произведение информационного блока на порождающий полином. Можно трактовать таким образом, что порождающий полином уже является кодовым словом. Порождающий полином, если у равняет просто единице, то мы уже получим кодовое слово. А таких слов будет столько, сколько комбинаций у от Х мы сможем здесь сочинить. А сколько комбинаций мы сочинить? Ровно 2 в кат степени К. Таких комбинаций различных у от Х будет 2 в степени К. Вот мы и комбинируем их линейные комбинации этого слова при помощи у от Х. И получаем все множество кодовых слов. Для кода 7.4 их было всего-навсего 16. И они очень легко находятся, мы это тоже с вами и на практике, на практическом занятии уже рассматриваем, как это осуществляется. Но это правило с одной звездочкой мы называем правило несистематического кодирования, потому что у нас нет уже разделения информационного блока и проверочного в этом случае. А такое разделение существует, если использовать другое правило кодирования, которое называется правило уже систематического кодирования. Но то, что мы сейчас с вами рассматриваем, мы рассматриваем, как найти порождающий полином, вернее, по известному порождающему полиному, проверочный полином. Вот это просто, можно сказать, дополнение корней порождающего полинома дает проверочный полином. Все, дополнение до полной группы всех корней ненулевых толстых, начиная с единицы до всех остальных. Может, тут есть вопросы какие-то, вот по этому слайду. Потому что тут могут возникнуть вопросы. Все ли тут понятно? Такие могут возникнуть пытания. Ну, возникнут дальше, спрашивают. Здесь я просто получил какое-то кодовое слово. Вот я его обозначил в C12. Оно было найдено раньше без всяких правил кодирования. А просто мы брали тот же самый порождающий полином G от X. Этот порождающий полином, он у нас записан был как 1, 0, 1, 1. Все. Это порождающий полином G от X. В данном случае U от X, вот 1, 0, 1. Мы просто их перемножаем и получаем слово. Тут оно получило слово C12 из того списка, который был на двумя слайдами раньше. Итак, алгоритм этот мы тут обозначили. И дает он несистематическое кодирование. А вот теперь следующий алгоритм, он обозначен с двумя звездочками на этом слайде. Он уже называется алгоритм систематического кодирования. Систематического кодирования. Две звездочки. В чем состоит этот алгоритм? Если тот первый алгоритм, алгоритм умножения, то этот алгоритм можно рассматривать как алгоритм деления. Что мы делаем? Информационный блок мы отодвигаем влево ровно на N минус K символов. А N минус K символов заполняем нулями. Тогда, когда мы будем осуществлять вот это самое деление. И дальше мы добавляем, видите, с алгебраической точки зрения, умножение на X степени N минус K означает, что мы сдвигаем, наращиваем, короче говоря, последовательность U от X систематического кода. N минус K нулями справа. А потом начинаем процедуру деления. Здесь дальше написано плюс вот произведение вот это по модулю G от X. Или по-другому можно так написать. Остаток отделения U от X на X степени N минус K деленное на G от X. Остаток. Это и будет операция по модулю G от X. Вот это правило. Две звездочки. В учебнике там написано немножечко по-другому. Здесь написано плюс res, где res есть остаток отделения вот этого на G от X. А правило, значит, если мы теперь рассмотрим какой-нибудь пример, вот пример рассмотрим, как это делается на самом деле. Вот мы хотим теперь, предположим, что у нас информационный блок для нашего же кода простенького 7.4. Из четырех символов этот информационный блок 1.0.0.1. Вот пример здесь рассмотрим. А G от X по-прежнему это 1.0.1.1. Как в этом случае мы поступаем? Вот сам алгоритм внизу. Если я помножу вот этот блок на X N минус K, N минус K как раз 3. Это будет означать, что я взял, выписал информационный блок. Вот он из четырех символов. И к нему нарастил справа 3.0. Справа нарастил 3.0. Дальше начинается процедура в этом примере. Деление на G от X, который G от X равняется 1.0.1.1. Вот он. Делим на вот этот полином. В двоичной форме. Можно, конечно, и полиномиально записывать. Но когда записываем полиномиальную, то зачем так много трудиться? Здесь же надо писать степень, правильно? X и еще и степень. Тут же нужно было тогда написать, что вот это вот. Если вот это будет X кубе плюс единица, правильно? Потому что это нулевая степень. Первая, вторая, третья. X кубе плюс единица. Вот что написано у от X. X кубе плюс единица. Я должен был бы написать X кубе плюс единица умножить на X кубе. Это было бы X шестое плюс X. Вот то, что вот здесь нарисовано, нужно было бы написать в полиномиальной форме. X шестое плюс X кубе. Вместо этого мы пишем в двоичной форму. И в двоичной форме можно осуществлять это деление легко и просто. Так, как нас учили в школе. Только всякий раз нужно понимать, что 1 плюс 1 или 1 минус 1, 1, 1 минус 1, это одно и то же, это 0. Здесь поэтому мы никаких вычитаний не делаем. А задача состоит в том, чтобы найти рез, остаток от деления вот этого полинома. В нашем случае полином X шестой степени плюс X кубе. Я его записал в двоичной форме. А здесь вместо того писать X кубе плюс X плюс 1, я написал 1, 0, 1, 1. В двоичной форме то, что здесь вот в результате деления, меня вообще не интересует. Я даже и не записывал, что здесь происходит. А вот сама процедура деления, она оказывается очень простой. Здесь, естественно, единичку мы должны были бы написать так, но не надо нам ее писать, мы просто выписываем. И обязательно должны быть совмещены старшие разряды, вот эти единицы. Мы этот самый полином, который и делит этот полином, записываем единица под единицей и смотрим, что происходит дальше. Потом мы складываем по модулю 2 или вычитаем, как мы обычно делим. Так, вкладываем. И у нас получается здесь единичка, здесь уже нолик. И то, что осталось у нас в результате единичка и 4 нолика. Вот если до самого конца мы должны осуществлять эту процедуру деления. Ну, смотрите, мы еще пока не вошли в проверочную часть. Процедура заканчивается тогда, когда мы будем правее вот этого четвертого символа. То есть там, где у нас 3 нуля записаны, так? Как только в этой области мы окажемся в результате процедуры деления всех, тогда мы получили остаток, потому что остаток, его степень, должна быть меньше, чем степень делителя. Степень остатка должна быть меньше на единичку. Если здесь 4 элемента, то здесь в остатке должно остаться 3 элемента. И эти 3 элемента как раз и будут заполнять вот эти 3 нуля при построении кодового слова. Вот теперь смотрите, как только мы сделали первый шаг, поскольку мы еще не вошли в зону проверочных символов. А вот это зона проверочных символов. Три символа проверочных, которые и обозначены здесь как РЭС, остаток. Поэтому потребуется еще одно деление на это же самое полинон. Вот как только это произошло, мы уже оказались в области, в зоне вот этих вот трех символов. Это видно из процедуры. И остатком оказалась последовательность 1.1.0. Младшим разрядом, как мы знаем с вами, справа. Как кодовое слово в итоге получается? Не изменилась информационная часть. Она осталась 1.0.0.1. Информационный блок сохранился. А вместо вот этих вот нулей теперь записывается остаток 1.1.0. В итоге мы получаем вот такое слово. Это слово С14 из списка там на два слайда впереди, где мы строили такой код СМ4. Слово соответствующее было названо С14 или С14. Но оно уже слово систематического линейного блочного кода. Почему систематического? Потому что первые символы, мы их задали, как информационные, это то, что на входе кодера. А последние три символа вычислили методом правило деления, называется. То есть правило, которое две звездочки. Вот мне Амина написала письмо, что она пыталась... Амина Муртасина. Она меня слышит? Если она истинит. Амина меня слышит? Из группы ФБ 82, по-моему, да? Амина Муртасина. Слышит меня? Да, похоже, ее нет в конференции. Нету. Ну, нету, значит. Она как раз интересовалась. Она неправильно сделала пример, прислала мне и спросила, а как... Вот я как раз для нее, в частности, и объясняю, как, в принципе, такие примеры решаются. То есть вы у всех на практике обязательно будет практическое занятие, где вы будете учиться вот этой процедуре, построение... Это скодирование, так? Это один из способов кодирования. И вы легко можете теперь убедиться, после того, как вы осуществили вот такие процедуры, Всякий раз нужно проверять нули. То есть вы записываете уже в полиномиальной форме это слово. Правильно? А как оно в полиномиальной форме? У нас же уже вот эта часть х шестой степени плюс х кубе, она уже есть в полиноме. Правильно? Поэтому запишите х шестой плюс х кубе. А тут у нас еще осталось х в квадрате плюс х. Плюс х в квадрате плюс х. Вот тогда вот этот полином в полиномиальной форме вы и перепишите, как х в шестой степени плюс х кубе плюс х в квадрате плюс х. Все. Ну, и нужно подставить сюда альфа и убедиться, что c от альфа будет равен нулю. Что c от альфа будет равен нулю. Так, тут что вот я не принимал. Есть ли вопросы теперь по вот этому алгоритму? Это целое практическое занятие. Мы будем заниматься такими вещами. Метод кодирования. И дальше все вы получите, конечно, домашние задания по практическому занятию, циклические коды. И будете строить такие кодовые слова. Где информационный блок у каждого будет свой собственный. И вы, каждый, должны будете научиться вот этим вот всем процедурам. Они, как вы сами понимаете, совершенно примитивны. То есть не сложны для понимания. Только нужно разобраться, как вы расставляете блоки и сама процедура деления. Один раз вы ее выполнили, и на всю жизнь вы ее запомнили. Есть пытания? Вопросов нет. Вопросов нет. У матроса мы говорим, да, нет вопросов. Значит, теперь смотрите. Коды БЧХ. Мы, конечно, не успеем всего, я так думаю, кода БЧХ. Нас могут скоро, наверное, вообще отключить. В 60-м году статья двух авторов. И в 59-м году статья одного автора. Они, независимо друг от друга, предложили, ну, почти через 10 лет, считаем, после Хеминга, так, решение, вот видите, того, что коды Хеминга оказались слабыми. Кроме того, их очень плохое свойство, что они совершенные, значит, они оказались еще очень предыдущими для прав. Так, какой-то вопрос? Да, у меня вопрос. Значит, вот аббревиатура БЧХ, BCH, так, BCH, аббревиатура, происходит от авторов, которые написали эти статьи. Боус и Чоут Хури в 60-м году и Хоквингем в 59-м году. Это знаменитейший код, потому что из БЧХ вырастают коды Рида Соломона, коды ГОППы, альтернатные коды. И алгоритм МакЭлиса все отсюда вырастает, который сегодня на конкурсе НИСТ, это Американского института стандартов и технологий, занял первое место в алгоритмах постквантовой криптографии. Важность, поэтому кодов БЧХ трудно переоценить. То есть, следующая фаза, которая идет, как только появится квантовый компьютер, криптография с большой вероятностью будет использовать уже вот этот предложенный один из проектов. Постквантовая криптографии для задачи, в частности, шифрования. Они предложили авторы использовать задачу вот такого асимметричного шифрования при помощи кодирования. Кодирование. Об этом, может быть, мы поговорим немножечко позже, но перспектива, вы сами понимаете, грандиозная. Так, у этих кодов. Конечно, это будет обязательно сопряжено уже и с большими длинами этих кодов. И со сложностью, естественно, кодирования. Но, вы видите, переплетаются задачи. Если у кодирования задачи исключительно исправление ошибок, которые возникают, то у шифрования другие задачи. И они-то как раз, вот шифрование, это совсем другая задача. Там тоже идея Маккелли состояла в том, что нужно набросать этих ошибок для того, чтобы потом реставрировать. И вот реставрированное уже сообщение, оно и будет как раз тем самым сообщением, которое зашифровывается. Таким образом, при помощи кодирования, видите, могут решаться и задачи шифрования. Задачи шифрования. Теперь давайте перейдем непосредственно. Как поставлена была задача вот этими тремя авторами, двумя которых и возникло. Ну, сначала мы с вами рассматриваем бинарные, двоичные байнерии. Двоичные коды БЧХ. А потом из них и выросли недвоичные коды, которые предложены тут же, в 60-м же году, Ридом и Соломоном. И они называются коды Рида-Соломона. Они по свойствам как раз и вписываются в коды БЧХ. Поэтому считаются как бы от классов недвоичных кодов БЧХ. Вот давайте начнем с примера. Начнем с примера. Двоичные коды БЧХ. Если нам потребуется уже исправить, например, две ошибки, так, то придется нам, конечно, обращаться к полю не 2 в третьей степени. Там невозможно решить эту задачу. Кроме самого примитивного, так сказать, приложения. Нам придется все-таки, например, привести к полю 2 в четвертой степени. Можно теперь построить код длины 15, который позволил бы нам, например, исправить две ошибки вместо одной. Как рассуждали авторы? Код длины 15. А нужно исправить две ошибки. Они используют минимальный полином М1. Это поле 2 в четвертой степени. И М1, он является примитивным. Корнем его является альфа. И он же является полиномом Х в четвертой степени плюс Х плюс 1. Для которого альфа является корнем. То есть он записывается в двоичной форме, этот полином, как 1, 2, 0, 1, 1. 1, 2, 0, 1, 1. Если его записать, вот он записан. М1, 1. А это наоборот. Вот М1 это 1, 2, 0, 1, 1. Слева, внизу, самая последняя строчка. Это полином М1. Здесь М3 это все единицы. У М1 первым корнем является альфа. А потом все сопряженные. Вторая степень, четвертая и восьмая. Это будет М1. Ну вот здесь я написал, что М1 у него корни альфа. Альфа в квадрате, четвертый и в восьмой. М3 будет иметь корни. Первый корень будет альфа в кубе. А второй корень сопряженный. Третья степень умножается на 2. И у нас получается какая степень? Шестая. Поэтому сопряженные элементы для этого минимального полинома будут последовательное удвоение степеней. То есть альфа в кубе, в шестой, в двенадцатой. А потом какая степень будет? Удвоение. 12 надо 24. Но 24 степень тут уже отсутствует. А почему? Потому что максимальная степень элементов 15. То есть любой элемент в пятнадцатой степени, поскольку порядок мультипликативной группы равен 15, даст нам единиц. То есть альфа в пятнадцатый, любой альфа, любой элемент вообще в пятнадцатой степени даст единиц. А у нас двадцать четвертая степень. Что будет тогда означать двадцать четвертая степень? Двадцать четыре минус 15. Правильно? Это будет девятая степень. Поэтому корнями м3 и будут элементы альфа в кубе, в шестой степени, в двенадцатой и в девятой. Дальше полином м5 является полиномом всего лишь второй степень. 1, 1, 1 означает, что тут написано х в квадрате плюс х плюс 1. И корнями являются элементы альфа в пятый и альфа в десятый. Только два элемента. Здесь я должен тогда м5 записать как х минус альфа в пятый и умножен на х минус альфа в десятый. Это полином под поле 2 во второй степени. Мы же рассматриваем поле 2 в четвертой степени. В нем два под поле 2 в квадрате и поле f2. Правильно? Поле f2, соответственно, входит 2 в квадрате, а 2 в квадрате входит в поле 2 в четвертой. И вот этот минимальный полином, он же является элементом под поле 2 в квадрате. А у него порядок альфа в кубе будет равновидеть. Правильно? Мультипликативная группа. Итак, вот последняя строка. Это минимальная полинома. Список всех минимальных полиномов. Для того, чтобы построить теперь кодовое слово, мы пользуемся следующей нашей матрицей проверочной. Видите? Везде, так же, как для кодов БЧК, мы здесь тоже выстраиваем так называемую проверочную матрицу. Но она уже из двух строк строится. И код у нас окажется в БЧК 15.7. А почему 7? Это мы с вами чуть-чуть позже выясним. Чтобы исправить уже не одну ошибку, как для кода Хемминга. Вот для кода Хемминга достаточно было бы одной строки. Мы добавляем... Ну, авторы этой статьи добавили вторую строку, соответственно. Где выстраиваются уже в последовательности сопряженных элементов альфа в кубе. Если для первого у нас был альфа в первой степени, как генератор, и мы наращивали степени альфа в первую, потом вторая, третья и так далее. До альфа в четвертой степени. Альфа в пятнадцатой степени – это возврат начала списка. У нас же это циклический код, правильно? И поэтому пятнадцатая степень – это единица. Но вторая строка берется альфа в кубе. И таким же образом мы с вами поступаем. Альфа в кубе. Альфа в кубе. Ну, здесь, конечно, единица под единицей. Альфа в первой степени, под ней альфа в кубе, чтобы тут небольшое у нас... Надо подредактировать. Сдвинуть немножечко вторую строку влево. И в той и в другой строке ровно по пятнадцать элементов. То есть пятнадцать столбцов и две строки. Но в каждой строке, нужно иметь в виду, в каждой строке элемент альфа является четырехмерным двоичным вектором. То есть альфа мы должны были бы выписать как... То альфа в четвертой равняется альфа плюс единице, например. Это будет порождающий поленом G1. Вот сюда же входят еще и корни М3. А именно альфа в кубе, шестой, девятый, двенадцатый. Вот они все здесь выстроены. Тоже... Каждое следующее на три отличается от предыдущих. Здесь альфа в двенадцатый добавляем на альфа в кубе, умножаем, получаем единицу. Получаем вторую строку. Если теперь мы эту матрицу умножим на вектор-столбец кодовое слово, начиная от компоненты С с ноликом, следующая компонент будет С1, потом С2 и так далее, то есть проверим соотношение. Матрица H умножена на С транспонированная. Должна равняться нулю. Тогда мы по первой строке получим, что сумма всех элементов СИТ умножена на альфа ИТ, сумма ОИ, начиная от нуля до, в нашем случае, 14, должна равняться нулю. А для второй строки у нас получится С3ИТ, вместо И будет 3ИТ на альфа в степень 3. Тоже равняется. То есть мы получаем интересное соотношение. То есть здесь альфа в первой строке есть нули, а во второй строке альфа в кубе всех должны быть, и сопряженные элементы тоже должны приводить к нулевому значению кодового слова. Но это будет означать, что это корни полинома минимального М1 для первой строки. А вот это все корни минимального полинома М3. А это будет означать опять следующее, что тогда порождающий полином для такого кода БЧХ 15.7 именно определяется произведением двух минимальных полиномов М1 и М3. Здесь одни сопряженные корни в младшей степени альфа, а здесь другие сопряженные корни в младшей степени альфа в кубе. Ну вот М1 мы их записали в полиномиальной форме. Их четвертая, то есть их плюс 1. Вот так записано. М3 это все единицы. Если мы их перемножим, то здесь четвертая степень и здесь четвертая полинома. Произведение дает какую степень? Четвертая и четвертая дают восьмую степень. Тогда порождающий полином, полученный произведением этих двух полиномов, выглядит вот таким вот образом. В двоичной форме. Здесь будет Х8 степени, потом Х7, Х6, потом пропуск, потом будет... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова